МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А какие события произошли в городе и регионе, расскажем прямо сейчас. Молодцы, как они работают. Это именно воспитание молодого поколения. Не прерывая связь времен. Юбилей Совета ветеранов. У нас в повестке дня с вами 12 вопросов. В администрации города состоялось заседание постоянных депутатских комиссий. У меня была фотография дедушки. Она была не очень хорошего качества. Десногорск готовится к шествию бессмертного полка. Оставили заявку в марте и уже в апреле приступили к озеленению своих дворов жителей Смоленска. Управляющая организация «Жилищник» из года в год проводит акцию по озеленению придомовых территорий и бесплатно выдает саженцы. Как пояснили в управляющей компании, саженцы приобретаются благодаря отдельному бюджету, а не за счет средств, которые предназначены на ремонт. В настоящее время жильцы 11-го дома на улице Рыленково уже заботливо высаживают кустарники. Магонию, кизильник, спирею и сирень. Всего это весной закупили и раздали собственникам 628 кустарников. Подали заявку на получение саженцев и жильцы дома на улице Колхозной. И сейчас они с нетерпением ждут начала посадки в своем дворе. Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – одна из старейших и крупнейших организаций нашего города. На праздновании 40-летнего юбилея непрерывной и добросовестной работы удалось побывать в нашей съемочной группе. 40 лет – мгновение для истории, но большой и насыщенный период в судьбе каждого человека. В Совете ветеранов за это время случилось многое. В нем проходят встречи участников военных действий, встречи с молодежью и учащимися Десногорска. Появляются новые идеи и социальные инициативы, направленные на сохранение нашей истории. Совету ветеранов исполнилось 40 лет. 40 лет активной, насыщенной и полной энергии деятельности. Отмечать юбилей друзья и неравнодушные жители города собрались в зале городской библиотеки. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, душевного равновесия, чтобы все у вас было хорошо. Для юбиляров и гостей выступили городские ансамбли. Артисты поздравили присутствующих своими музыкальными номерами. Было сказано много теплых слов и пожеланий добра, здоровья и дальнейших свершений. Молодцы, как они работают. Это именно воспитание молодого поколения, не только молодого, и нас. Наши ветераны должны и нас и подсказывать, и учить. С праздниками. Я считаю, наша организация тоже взлетает, хотя ее организовывали люди, ну просто сумасшедшие закалки, фронтовики. Нам приятно, что мы подхватили у них знамя. 40 лет – это только начало. Великие свершения еще только впереди. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Ежегодно при поддержке губернатора Алексея Островского в Смоленске проводится международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Этот год не станет исключением, и уже 10 августа жители и гостей города ждет зрелищное шоу. В соревновании под названием «Пурпурное сияние» примут участие три команды. Это многократные победители конкурса из Бельгии, команда из маленького польского города «Пинцицы» и коллектив из немецкой столицы. Проходить чемпионат фейерверков будет на Смоленском аэродроме «Южный». Это событие уже включили в список национального календаря событий, как наиболее интересное туристическое мероприятие России. А в 2018 году «Звездопад» был назван лучшим мероприятием страны, проводимым под открытым небом по версии Всероссийской премии по событийному туризму Russian Event Awards. 18 апреля депутаты и представители администрации Десногорска обсудили актуальные для города вопросы. Были рассмотрены темы комплексного развития города, а также вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан. Подробности в сюжете. Одним из основных вопросов на повестке дня был вопрос о назначении публичных слушаний Десногорского городского совета об исполнении бюджета Десногорска за 2018 год. Отчёт назначен на 13 мая, 17 часов 30 минут, в кабинете 325. Но на заседании поступило предложение перенести место слушаний и здание администрации в Центр культуры и молодёжной политики города для увеличения количества участников публичных слушаний. Предложение комиссии будет рассмотрено, и о месте проведения сессии участникам сообщат заблаговременно. Приём обращений граждан осуществляется в администрации города с 9 до 17 часов. Обсудили на заседании и внесение изменений в решение городского совета о создании дорожного фонда. Дополнить субсидиями из областного бюджета дорожный фонд предложили представители администрации. Добавить в пункт следующего содержания на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий на квартирных домах города Десногорска. В результате появится новый источник доходов, за счёт которого будет осуществляться ремонт городских дорог. Большим плюсом является то, что за счёт этих средств будет осуществляться и ремонт придомовых дорог. Также обсуждались и другие важные темы. Налог на имущество физических лиц на территории Десногорска будет пересмотрен. Это благоприятным образом скажется на налогоплательщиках города. Поставить в равные условия и организации индивидуальных предпринимателей предлагается, снизив ставку от кадастровой стоимости для всех с 2% до 0,8%. Внести изменения и в правила благоустройства придомовых территорий города также обсудили на сессии. Учитывать специфику и климат региона по уборке в разное время года. Мы просмотрели, проработали правила благоустройства, сделали свои замечания. Нам вернули, после уже замечаниями со всеми, наше замечание удовлетворили. Наш вопросов нет. Заседание было плодотворным и насыщенным. Обсуждали стратегии социально-экономического развития. Был зачитан отчет контрольно-ревизионной комиссии. Эти и другие темы дня представители администрации обсудили с депутатами городского совета. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Состояние дорожного полотна в Смоленске уже давно вызывает беспокойство у горожан. Решить дорожную проблему удастся в ближайшее время. Благодаря усилиям губернатора Алексея Островского из федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» удалось привлечь почти 700 миллионов рублей. Общая сумма выделенных на ремонт дорог денег является рекордной для Смоленска и составляет более миллиарда рублей. До начала капитального ремонта дорог остается месяц. В настоящее время ведутся все необходимые по закону конкурсные процедуры. Десятки стран и миллионы участников. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом становится все более масштабной. Готовиться к шествию начинает и Десногорск, где можно сделать памятный штендер с фотографией родственника героя. И что для этого нужно, смотрите далее. «Бессмертный полк» – мероприятие, которое объединит всех граждан нашей страны в разных частях мира. Отдать дань памяти павшим воинам можно и в Десногорске. Табличка с фотографией героя – важный элемент праздничного шествия. Изготовить штендер можно своими руками, а можно доверить ответственное дело профессионалам. Подходящей техникой и знаниями владеет в Десногорском историко-краеведческом музее. Таким образом предприятие помогает участникам акции уже шесть лет. Мы сначала сканируем фотографию, заносим в нашу базу данных музейную, после чего фотография отправляется на обработку. Здесь фотография получает необходимую обработку. Все работы проводятся согласно шаблону. Это позволяет соблюсти единый композиционный стиль всех изображений. На фотографии указывается имя, фамилия и отчество бойца, а также его звание. Но бывает, что родственники не знают, какое звание было у фронтовика. Для этого у нас есть такая военная энциклопедия 1941-1945 годов. И вот вместе мы разбираемся. После этого фотография распечатывается, ламинируется и готова к креплению на деревянный штендер. У меня была фотография дедушки. Она была не очень хорошего качества. Чтобы привести ее в лучшее состояние, я пришел сюда. Помощь людям в сохранении памяти героев великих сражений вызывает особые чувства у всех присутствующих. Доставляет удовольствие, в первую очередь, от того, что это общение с людьми. Общение с теми людьми, у которых их бабушки, дедушки, дяди, тети прошли Великую Отечественную войну. Акция продлится до 26 апреля. А 9 мая участники шествия пройдут стройными рядами, маршируя по улицам города. Всего 7 клеток для передержки бездомных собак находятся в пользовании Смоленской ветеринарной службы. С таким количеством вольеров ветработники не в состоянии справиться с задачей по снижению бродячих собак в городе. Клетки используются для передержки пойманных животных, где собакам проводят процедуру стерилизации и делают курс необходимых прививок. И если для четвероногого не удается найти хозяина, его возвращают на привычную территорию. Передержка значительно снижает уровень распространяемых животными болезней. Поэтому, по заверению Госветслужбы, в ближайшее время они намерены увеличить количество клеток. В Смоленске на сцене драматического театра готовятся к премьере лирической драмы о предвоенном поколении. Спектакль «Завтра была война» посвящается 95-летию со дня рождения великого писателя Бориса Васильева, уроженца Смоленского края. Его произведение «Завтра будет война» вдохновило заслуженного артиста России Сергея Тюмина на постановку спектакля. Впереди майские праздники и Великий день победы. Тема постановки актуальна как никогда. В основе спектакля поколения 40-х годов – наивных школьников, которые воюют с учительницей. Они живут насыщенной жизнью, радуются и влюбляются, смеются и дерзят, и не подозревают, что завтра будет война. Премьера спектакля «Завтра будет война» состоится 8 мая в Смоленском драматическом театре. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова